Новые окна вместо разрушенных взрывом. Волонтеры ремонтируют учебный корпус Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии. Здесь получали образование дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Прошлой осенью во дворе академии взорвались две российские ракеты. В результате взрыва в здании выбило все окна и двери. В аудиториях до сих пор на стенах множество следов от осколков. Пока студенты учатся дистанционно, добровольцы готовят академию к зиме. Устанавливаем окна, запениваем, чтобы влага не попадала. Ну и еще ждет нас второй этаж. Там большой, много пострадавших окон. До холодов хотелось бы управиться, чтобы хотя бы здание не мокло и дальше не разрушалось. Даниил по специальности экономист. Волонтером стал сначала полномасштабного российского вторжения. Вместе с другими волонтерами прошел обучение в госслужбе по чрезвычайным ситуациям и помогал разбирать завалы домов после обстрелов. А позже восстанавливать пострадавшее жилье, рассказывает Даниил. По городу за городом. Крыши восстанавливали шиферные, разбирали после завалов дома. Зашивали ОСБ, ну как наподобие, после прилета. Самое страшное в такой работе – поиск жертв после обстрелов. Вспоминает одну из своих спасательных операций волонтер Владислав. Мы работали вместе со спасателями. И вот когда они работали с собаками, вызывали собак, чтобы искать погибших, вот тогда было тяжело. Слезы наворачивались. Когда они нашли женщину, пришел в атаку. Физически это не страшно. В первые дни после полномасштабного вторжения волонтеры объединились, чтобы организовать оборону против российских оккупантов. Строили блокпосты и огневые точки. Блокпосты, укрепления из мешков. Мы работали с военкоматами, военными, реадминистрациями. И потом, когда начались обстрелы, начали собирать группы на ликвидацию последствий. Работали, пожалуй, на всех попаданиях в городе Запорожье и ближайших населенных пунктах области. Позже создали добровольческий строительный батальон, чтобы помогать восстанавливать разрушенные здания. Из них Хортицкая национальная академия самая крупная. Всего же на счету Добробата почти три сотни отремонтированных объектов в Запорожье и области. В основном жилых домовых квартир, говорит координатор строительного батальона Ярослав Ковалев. Помогаем тем людям, которые социально не обеспечены. Тем, кто не может себе позволить это сделать самостоятельно. Это инвалиды, это пожилые люди, это семьи, из которых ребята воюют в данный момент. В Добробате больше тысячи запорожцев самых разных профессий. Многие за время работы освоили строительную специальность, говорит Ярослав Ковалев. Мы просим у той же территориальной общины дать нам одного-двух специалистов, которые покажут, что делать и когда делать. И мы делаем. Если, скажем, просто поменять две-три штуки шифера, мы можем это и сами делать. Тем временем волонтеры строительного батальона готовятся к тому, что будут восстанавливать разрушенные российскими войсками дома уже на деоккупированной части Запорожской области. На сегодня их более 12 тысяч. Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожья. Для телеканала Фридом.